так еще одна небольшая заметка плата которую не мог найти в свое время под Haswell 4 поколение это z87 deluxe dual так называется тоже большая плата не ожидал что она такая большая навороченная слегка и преимущество у нее что у нее встроенные это болезнь моя thunderbolt 2 порта ну так как монитор есть не то что это как бы я им пользуюсь и до сих пор и иногда не каждый может быть компьютер удается подключить хотя тут есть свои плюсы и свои минусы по самой плате тут стоит 484790 i7 хороший процессор с видеоядром 4600 графика кулерок остался двое вот этот еле поставил его вот эта обвязка вокруг цепей охлаждения кольцо притык притык так влазит от этого кулера то есть для таких плат нужно охлаждение еще подбирать чтобы крепление было лучше не на кольце наверное на каких-то задней подоснове и крепление уже болтиками или винтиками сверху на внешнюю конструкцию а вот этот я его еле прицепил очень плотно к радиатору кольцо это зажим то есть приходится одну сторону вставлять потом одевать кулер и сверху его еле-еле это плоскогубцами держа аккуратно так защелку я зацепил ну очень плотно впритык там миллиметр в миллиметр но он установился это все-таки 1150 они одинаковые что 1155 но кольцо одинаковое вот поэтому с подбором охлаждения тут нюансы то есть если бы эта плата была в корпусе нереально было бы этот кулер поставить только вот в открытом месте его поставить и тогда после этого только можно это все засунуть уже ящик какой-то корпус ну тут тоже память доступная до до замены 4 слота опять-таки переставил пока нету под рукой большого объема памяти тут всего 4 гига пока но недостаточно конечно вот это шо по самой плате и выход же напрямую идет через thunderbolt выход на монитор а вот взял и попробую думаю вставил карточку это rx на 560 а просто чтобы проверить совместимость и как согласуется по шине пися экспресс thunderbolt то есть в новых платах он может и поддерживается по шине видеокарта на выход общий но я не уверен и здесь тоже получается в биосе стоит обе графики но проинициализирует инициализируется потому что все равно она через выход thunderbolt выводит графику 4 600 и при начальной загрузке все равно он ориентирует первую чтобы биос выйти инициализирует пися экспрессную видеокарту и поэтому нужен второй монитор получается но это для настроек а когда система уже подгружаются то тогда включается монитор общий и выводит изображение туда сама плата да тут кнопки управления как этот называется дисплейчик такой маленький показывает ошибки и те же настройки как и в Z97 принципе но недостаток что нельзя под пятое поколение поставить и поэтому радуешься пока четвертому оставшемуся графике такой но еще для повседневных задач хватает и вот как будут приложухи работать и тут пока неизвестно какую он будет выбирать по приоритету в каких приложениях и где это выставить тоже пока не ясно ну да в остальном тут есть hdmi выход принципе на самой плате дисплей порта нету тоже дисплей порт здесь берется как мини для дисплей порт с общего thunderbolt а в принципе можно сказать что есть но нет входящего потока то есть чтоб с видеокарты завести сигнал и забрать его с thunderbolt а такого я пока в описании не нашел а вот плата расширения thunderbolt вот она чем и хороша что в нее можно завести любое изображение и вывести на монитор уже используя конкретную видео ускоритель графики вот такой плюс и минус вроде бы все ну тут еще вай-фай встроенный с блютузом это уже интересная вещь опять-таки загрузился с временного диска через сата м сата перспективе тут же сата только 6 гигабитные порты м2 тогда не было я поставлю плату расширения сюда четыре линии psy экспресс и попробую пися экспрессный диск поставить чтобы скорость чтения данных было быстрее я заметил такую особенность как только я карточку ставил отзывчивость немножко снизилась то есть на чистом видео ядре сама плата через thunderbolt вот на изображение отзывчивость была побыстрее а учат для эксперимента ставил ну карта поддерживается то есть несмотря на то что это четвертое поколение и рыкины вышли давно уже недавно сравнительно и вот на full hd вывел чтобы bios выйти изображение попробую закрепиться должно быть видно не знаю а внутреннее ядро нового получается выводит на thunderbolt как положено и вот он и получается 1 по приоритетности вывел внутреннее ядро графику интеловского 4600 через стандарт болт а рэксина уже дополнительная и также драйвера все поставил все все видит периферию монитора работает камера порты писались сам процессор бодрый 48 принципе до сих пор бродкомовский вай фай и млютуз поэтому можно смокосью побаловаться но мне что-то последнее время нет как бы такой интерес пропал есть там один два компьютера иногда пользуюсь но но не поддерживаем их устройств которые только в винде можно делать поэтому последнее время как-то и не смокосью нет времени заниматься тоже подходил без звук все нормально и получается ну так же вот сам интерфейс это microsoft как бы я считаю недочет вот температура пожалуйста графический адаптер показывает хочу что тут не можете вывести тоже графика конечно слабоватая в сравнении вот я на прошлой бродвелл берис про 6200 он при full hd выдавал 12 fps в два раза больше чем это а это всего 6 fps то есть в принципе бродвелловская графика еще она как вега почти не знаю какая но какой-то веги соотнести ее можно но все равно 20 пикселей всего 10 fps а в бродвелловский в пятом поколении последующем но мощной которая считается там 22 было вот и что еще где да немножко вот что-то смотрю отзывчивость с видеокартой стала папа по дольше но она в x8 заработает тут шина то есть я не ранее запускаю да это конкретного графического адаптера он до задействует именно тот который в приложении выставляешь в каждом ли приложении есть возможность выбрать графический адаптер вряд ли то есть нужна какая-то для утилита или по софту как-то я пока эти тема не интересовался на старых платформах на новых еще как-то может она там дуал график реагирует а если вот запустить youtube и какое-нибудь видео я сразу выберу сенсоры графики он естественно по умолчанию интелловский графические адаптеры но интегрированный выбирает улажни вот все равно 20 процентов загрузки и 10 8 процессор до пока мисс то full hd родион отдыхает но так как игрушек у меня нет я не могу сказать какую игрушку как тянет и какой видеодаптер и если выбор между ними вот теперь два ки выставил тут уже чуть побольше 26 процентов графика по памяти оперативная нуждается побольше поставить всего 4 пока но это для теста такого общего процессор так не особо тоже 9 процентов 913 пишет когда подгружает это по сетке по сетке без вай фая по вай фаю он немножко больше будет а 4к тут графика уже вот 45 процентов 46 почти в половину 46 процентов и прод сразу пошел 33 40 46 вот он пополам почти мой делит ресурсы обработки графики часть на себя забирает процессор часть графика ну в общем то я же говорю опять таки для базовых задач пока мисс еще даже этой графики мне хватает мультимедийных там и а в сложных перерасчетах надо поискать каким образом переключаться между графическими ускорителями надо поинтересно 50 процентов 4к конечно это много говорю новая технологии чем хороши там вообще кодеки все есть загрузка минимальная до 5 процентов а это еще сколько шли она bios 14 года 9 лет плате технологии ну а так в целом я понял я карточку поставил для того чтобы посмотреть ну в реальности подхватывает он и в каких приложениях так как нет энергоемких таких ты пока и посмотреть нечего тут са са сама сам интерес был как он выведет на монитор выведет ли вообще с видеокартой и сейчас биос стоит ксм то есть legacy режим ну потому что диск записано винда в режиме легоси и он не запускается в эфи а если в эфи перевести она очень хорошо реагирует любой монитор сразу индикатируется быстрее и определяется сразу каким-то образом все равно быстрее поэтому когда я поставлю диск с другой системой в эфи переведу биос и быстрее отзывчивость будет памяти добавится туда она будет шустро как почти современный процессор почти 1 гигабайт тут 4 ну датчики вот 30 градусов 30-31 градус комнате тоже 30 то есть это вот показатель что кулер установился правильно температура внешняя и охлаждение в среднем 29-30 ну вот значит охлаждается нормально прилегание хорошие не ожидал но когда я накинул просто кулер не прижимал его он 42 градуса показывал а когда уже на пружины поставил с пастой все как положено температура сразу упала и поэтому я еще правда стресс-тест не делал уж интересно стало ну что он сейчас у меня правда там вентилятор стоит на да вот есть какая-то задержка то ли по памяти то ли по диску чтения и это чувствуется ну и сам кулер стоит на постоянных оборотах просто это корпусный вентилятор вернее сверху я пока поставил он не не регулируется я потом переставлю родной кулер но вентилятор сверху а в принципе вот до этого изделия нормально 4 трубки до трубки это тепленькие здесь тоже цепи питания охлаждения хорошие и хаб теплый то есть руку спокойно держишь да здесь уже как-то повеселее но все равно плата мне понравилась и и цена понравилась но они все по 2 я же говорил вот даже бушные платы но те которые чуть больше навороченные 2 200 2 с половиной может стоить а так за 2 200 можно найти ну вот такая она заметка по старой архитектуре которую свое время не удавалось приобрести она была дорогущая то время их немного было и как бы вкладываться у меня до сих пор работает основной на z77 тоже стандарт болт портом но там 4000 на графика тоже так отсвечивает еще до сих пор и еще больше наверное на год может быть и вот как бы смотреть новости читать там какие-то задачи базовые и его до сих пор хватает ну правда там rx она стоит 580 она она задействуется только там когда никогда но такая заметка благодарю